Итак, друзья, всем доброго времени суток, всех приветствую на нашем канале Криптозомби. Друзья, в данном видеоролике я в очередной раз покажу вам монету, которая гарантированно, по моему личному мнению, даст иксы. Но, что более того важно, прямо сейчас уже можно зарабатывать, имея данный токен, и причем проектов есть несколько и на выбор. В общем, друзья, помимо этого, для тех, кто смотрит канал постоянно, также еще расскажу по каким-то проектам новости, чтобы были какие-то апдейты и какие-то понятия. В общем, друзья, обо всем коротко расскажу и покажу, поехали. Друзья, перед началом видеоролика я бы хотел у вас спросить, вы хотите действительно начать зарабатывать и разбираться в криптоинвестициях? Если ваш ответ да, то максимально настойчиво рекомендую вам перейти в телеграм-канал по ссылке в описании. Там вы найдете всю самую важную цену и актуальную информацию. Для каждого есть выбор тематики, в которой можно начать зарабатывать. А самое главное, что вся информация абсолютно бесплатна. Перестаньте отдавать свои деньги инфо-цыганам, скамерам и мошенникам. Начинайте учиться, развиваться и зарабатывать прямо сейчас. Ссылка в описании под видео. Друзья, ну и как вы уже поняли, речь у нас пойдет опять и в очередной раз снова по монете BVB. Я объясню, для чего я записываю вообще данный видеоролик и в очередной раз говорю о данном токене. Не так давно были дропы за кассинг, с layer zero, ну и такие тир один проекты, ну там разные. В общем, в чем моя вообще главная суть, что я хочу донести большому количеству людей, потому что люди не понимают. Что делает обычный такой, скажем, базовый рядовой юзер, закупая какие-либо монеты? На что он опирается? The Casing, L0, это фундаментальные топовые проекты с огромными инвестициями и так далее. И люди закупают эти монеты в надежде роста. Но как мы увидели по факту, идет просто дам-дам-дам. Хотя эти монеты, основываясь на фактах, что это фундаменталы, их там долго ждали, и там огромное количество инвестиций. Но как мы видим, по факту всем насрать. Проекту насрать и курсу токена насрать. В свое же время, посмотрите, BVB, он идет просто в нормальном боковике, вне зависимости от того, что рынок просел, проседает постоянно. И он будет только-только расти. Помимо этого, друзья, давайте я вам напомню, почему я держу данную монету и в каких проектах она у меня работает сейчас. В какой проект я ее отправлю работать после, чтобы получать 100% постоянную прибыль, уже имея данный токен. То бишь, я вам напоминаю, что BVB это токен BitGet Wallet. BitGet Wallet это продукт биржи BitGet. Некоторые вообще даже не понимают, что есть монета BGB, это токен биржи, и есть BVB. Понимаете, это токен кошелька, и это две разные монеты. Но что важно, что BitGet прямо сказал, это наш проект, и это наша монета, и мы будем с ней работать. Это не обоссанный какой-нибудь ТВТ, у которого нет вообще никакого функционала применения. Помимо того, что он когда-то там выстрелил на бычки, его там держит Сиза и поддерживает Бинанс. Якобы поддерживает Бинанс. Хотя, по сути, монета говна и палок. И я вообще не знаю, почему она должна стрельнуть, если у нее нет никакого утилити, применения, вообще ничего. Просто ее держат ТВТ. Когда-то насыпали огромный дроп, и те, кто додержал, заработали много. Поэтому, друзья, я вам еще раз говорю, просто присмотритесь к монете BVB. Помимо того, что здесь идет уже боковик, можно зарабатывать и сейчас. И я вам хочу сказать, что в БГБ, БГБ, капа сейчас порядка полтора лярда, а монет в два раза больше. Услышали, да? Монет в два раза больше, итоговый сопла, а капа полтора лярда. Здесь капа в разы меньше, и монет в два раза тоже меньше. То бишь, вот эта монета, я думаю, что вообще минимум, что мы можем увидеть при хорошем рынке, стечении обстоятельств и так далее, это полтора доллара за токен. Самое ближайшее вообще вот дно и, как бы так скажем, ценник за монету, я ожидаю 0.8-1 доллар. Вы скажете, так это мало, там всего может быть 2 икса, так покажите мне вообще, кто сейчас дает 2 икса. Все только падают, вообще все монеты только падают. Держатся BVB и какие-то мемчики, все. Поэтому, друзья, подумайте в очередной раз. И теперь давайте я еще вам напомню, в какие проекты можно инвестировать данный токен. У меня лично сейчас, на данный момент, BVB стейкается в AlienX. После того, как откроют Unlock, а Unlock откроют, я думаю, приблизительно 1-2 недели максимум июля месяца. После я закину эти токены в кошелек, в стейкинг. Там сейчас есть 3 выбора, как можно застейкать. На неделю, на месяц и на 3 месяца. И есть сразу калькулятор, где вы можете, вот вы можете, я бы показал, если бы, ну, просто я на телефон у меня сверху стоит. Вы можете открыть приложение, посмотреть, да, ввести количество монет, которые у вас есть, выбрать срок и вам сразу покажет, сколько вам будет начислять. Я вам скажу, что при своем депозите у меня 9К монет, я вот открывал на месяц и за месяц мне, по-моему, что-то получается там 200 или 200 с лишним монет. Что по курсу, в принципе, да не так и плохо. По данному даже курсу за месяц с тейкой монеты, потому что, ну, сливать по 0.5 неинтересно, объективно неинтересно эти монеты сливать. 0.8, 1, 1.3, вот это что-то уже будет интереснее. Поэтому, друзья, вчера, позавчера, опять же, люди писали, немногие закинули валян икс, ну, потому что нельзя вывести, может быть, ну, переживают, поэтому это, опять же, дело каждого. Но, если вы холдите данную монету, ну, пускай работает, закиньте, может быть, на кошелек, почему нет, на неделю, на месяц, я не знаю, ну, вряд ли там в ближайший месяц мы увидим 2 икса. Ну, я тоже думаю, что вряд ли, объективно вряд ли, но в целом это будет, я думаю, довольно в скором времени и пока этого не произошло, кошелек предлагает жирный процент по стейкингу. Ну, реально хороший жирный процент по стейкингу. Если вы холдите токен, ну, инвестируйте их, пускай работают монетки, пускай работают. Поэтому, друзья, просто я вам еще раз говорю и напоминаю, этот токен не просто так, этот токен будет поддерживать биржа, которая только набирает обороты. У кошелька есть постоянно лаунч-пуды, лаунч-пады, запускаются какие-то проекты и куча-куча-куча. Они добавляют о том, что теперь они уже добавляют как байбит, кстати, да, то есть там будут билетики, то есть если вы хотите куда-либо влететь в какой-то лаунч-падик, вам нужно, чтобы у вас были билетики. Один билетик это 100 бвб холда, ну, то есть вы понимаете, что они очень хорошо работают и поверьте, вопрос времени, она реально вырастет. Ну, я не знаю, до бакса может быть, может быть там чуть меньше, чуть больше, все равно это будет приятная сумма и сейчас они уже могут стейкаться и вам зарабатывать. По бвб токену, пока месяц он не дойдет до, давайте до 0.8, скажем, до 0.8, я больше не буду давать каких-то новостей и апдейтов. Я вас предупредил и показываю, как у меня есть. Я уже писал пост в своем DGN канале Zombie Hype, что посмотрите, на этом токене мы заработаем, заработаем много. Все, на этом заканчиваю. И еще, друзья, что хотел я вам напомнить, вот так давайте мы сделаем. Нет, сейчас я вам покажу, откроем новую вкладку. А, я нажал же, чтобы окошко мне не выбивало или не нажал. Сейчас посмотрим. Да, я нажал, чтобы окошко не выбивало. Давайте все равно откроем, крят, мой профиль. И, собственно говоря, вот здесь, когда вы зайдете на страничку, у вас будет типа как бы добавить кошелек. Друзья, до 1 июля, по-моему, 0.0 по МСК, я точно не помню, но лучше сделать это как можно раньше. Добавьте кошелек, ну, то бишь, вот так можно нажать, сейчас я вам покажу. Добавьте просто свой кошелек, на который вы будете клеймить свои токены с airdrop. Обязательно это сделайте, не забудьте. Потому что, короче, как я сказал, там вообще немного странно. Он сначала написал, что до 1 июля нужно подтвердить кошелек, на который вы будете клеймить дроп свой, если вам он положен, да, ну, понятное дело. И потом они написали, что неважно, внесете вы или не внесете, все равно дроп получите. И вот сейчас опять написали, что точно нужно внести свой кошелек, вот, допустим, мой этот кошелек, да, записать этот кошелек, на который вы будете получать дроп. Поэтому, друзья, сделайте это обязательно, если до сих пор еще не сделаем. Это касаемо этого самого санктума. Вообще по санктуму, друзья, еще какой момент хочу сказать, что я думаю, что завтра или 1 или 2 июля появится чекер дропа. Я так думаю, что это будет вообще, какие монеты, как это будет на ТГЕ, вообще непонятно. Вообще я вам хочу сказать, что вот я на санктуму у меня, наверное, какие-то такие мысли, знаете, типа большие надежды. Хотя на самом деле, если задуматься, то почему они должны и вообще должны быть большие. Мы там стейкали даже не полгода. Сколько мы держали токены в санктуме? Два месяца где-то мы стейкали. Ну, наверное, около двух месяцев, наверное, не дольше. А надежды довольно-таки большие. Я хочу сказать, что у меня был итоговый депп, сколько получается? Чуть-чуть меньше 20 салан или около 20 салан. На основе было 15-17 салан. И на фейке на моем, на втором, было там 2 где-то, по-моему, саланы. Если за 2 месяца с учетом этого деппа получится дроп плюс-минус хотя бы, давайте скажем, минимум 1к, то я буду считать, что это хороший дроп. За 2 месяца стейка саланы почему бы и нет? Мы ничем вообще не рисковали. То бишь, если вы, кто не помнит, я напомню, мы обменивали салану на пэтов 1 к 1 и также обратно. То бишь, в курсе разницы мы ничего не теряли. Просто 2 месяца стейка салану. Если получится с моего того деппа 1к плюс или 1к минимум, я буду считать, что дроп хороший. В общем, друзья, ждем, надеемся. На июне у нас есть проекты. Это Алиан Икс и это Санктум. Посмотрим, что из этого получится по БВБ. Просто задумайтесь. Вместо того, чтобы откупать какой-нибудь типа фундаментальное дерьмо, задумайтесь, может имеет все-таки смысл взять реально БВБ, куда-то его закинуть и пускай растет и развивается. И будем фиксировать на этом прибыль. Все, друзья, не буду затягивать. Всех обнял-приподнял. Всем хорошего воскресенья. Всем спасибо. Всем пока.